Действительно, мы с вами хорошо знаем, что к юбилею Победы появилось немало изданий, в том числе и многотомная история Второй мировой войны. Один из томов, который целиком написан нашими профессорами и преподавателями, вот Александр Юрьевич Борис, который здесь присутствует, активно на этой работе принимал участие, и многие другие. Я не буду давать оценки этой работы, хотя наш том написан очень хорошо, я считаю, хотя на последнем этапе там появилось несколько купюр для меня, неожиданно, но это уже другой вопрос. В целом, наверное, работа эта важна, интересна и полезна, но вот наше 15-тонное издание, оно в известной степени уникально, а может даже не в известной степени, а вообще уникально, потому что в этой работе принимало участие 279 авторов, 280 авторов практически. И более того, авторы, которые профессионально занимаются совершенно разными темами, связанными с нашей отечественной историей, с историей международных отношений, с военной историей, и которые придали этой работе 15-тонной, какое ощущение, знаете, совершенно объемное, вот как сейчас говорят, в 3D, поскольку и разные подходы, и разные документы использованы, и разные оценки, что тоже очень важно. Конечно, они не диаметрально противоположны, поскольку вся эта работа пропитана и идеями патриотизма, и идеями высочайшей оценки вклада нашей страны в победу над фашизмом, но вместе с тем, конечно, по-разному оцениваются и персонажи, которые играли значительную политическую и военную роль в этот период времени, оцениваются по-разному даже некоторые события этой эпохи, политические и военные события. Но мне кажется, что в этом и величайшее достоинство этого многотомного издания, поскольку любой человек, который интересуется этой темой, имеет возможность посмотреть на проблематику Второй мировой войны с самых разных сторон. Более того, как мне кажется, издание это уникально и тем, что оно по существу охватывает все этапы и довоенной истории, и поднимает уже очень многие вопросы, связанные с послевоенной историей, и с оценкой войны, и с оценкой тех процессов, которые проходили уже после войны в связи с переделом мира, и новой расстановкой сил, и балансом, как Алексей Иванович сказал, о том, что эта работа будет продолжаться, и, конечно, еще много сюжетов, которые будут затрагиваться в исследованиях и в будущем, Но, если посмотреть, положим, первые тома, да, то, что связано с подготовкой войны, с предвоенным периодом, то, поскольку я этим занимался сам профессионально, как историк, в том числе, применительно к нашей работе в группе российско-польской активно, то, должен сказать, что, на мой взгляд, это просто блестящий тон, дает настолько интересное представление и такое многогранное видение этой проблемы, хотя написано немало, я только вчера еще раз листал книгу Чубарьяна «Сталин» и «Предвоенное время». Да, хорошая, очень интересная книга, но все достижения, которые у него там есть, так или иначе, в этом томе тоже отражены, но там это намного, как мне кажется, шире взгляд, поскольку участвуют разные авторы, всегда, когда разные авторы, то и получается, как говорится, интереснее, дискуссионнее и перспективнее, с той точки зрения, что ставятся многие вопросы, которые будут требовать дальнейшего исследования и дискуссии. Вообще, все это 15-тонное издание, оно не догматичное, вот что еще очень важно. Понимаете, мы не расставляем точки. Я еще раз повторяю, что я ни в коем случае не критикую работу, которая была подготовлена под началом Министерства обороны, она действительно капитальная, очень хорошая, но там иногда гвозди такие забиваются. Вот все, и вот так, и так. Ну, невозможно в истории идти таким путем. Так или иначе, открываются новые обстоятельства, появляются новые оценки. Речь идет, естественно, не о пересмотре базовых в наше понимание и Второй мировой войны, и ее источников, и ее результатов. Нет, речь идет не об этом. Но так много нюансов, которые связаны с предвоенной историей, с военной и с послевоенной историей, что для нас очень важно, поскольку для того, чтобы понять события сегодняшнего дня, мы должны, конечно же, посмотреть в историю. И вот все, что связано с Украиной, положено, да, с проявлением неонацизма и воспеванием бандеровцев и соратников бандеровцев, сегодня частью украинской общества, да, не только частью, к нашему сожалению, и властью украинской. Эти вопросы тоже затрагиваются в 15-ти томнике. И я думаю, что и дальше, когда мы будем над этим работать, они должны быть интересным сюжетом. Хотел бы подчеркнуть, что использованы огромное количество новых документов, которые раньше не появлялись. Я забыл, сколько всего новых документов и фотографий. Около двух тысяч. Около двух тысяч новых документов, фотографических материалов. Я, как член общественного сайта при ФСБ, должен сказать, что и наши коллеги из спецведомств, вежде всего, ФСБ, оказывали нам помощь и поддержку в предоставлении этих материалов. Поэтому можно сказать, что общественный сайт так или иначе тоже принимал участие в работе над этим многотомником. Ну и, конечно, прямо должен сказать, что не появилось бы это многотомное издание, если бы не энтузиазм профессора Подберезкина, который был организатором всей этой работы и привлекал все новых и новых авторов, неожиданных иногда даже для меня, может быть, и в Москве не очень даже известных, но не специалистов, по которым я себя не считаю по Второй мировой войне. И находил этих специалистов в других университетах, в других городах, в других институтах. И хотя создавалось это на базе нашего университета, но вы же видите, что авторы представляют самые разные научные школы, самые разные исследовательские центры, иногда даже и гнистерские, себя только представляют, поскольку занимаются историей войны, разными ее аспектами много-много лет. И, конечно, гигантскую работу провел профессор Мунтян, и как блестящий редактор, и многолетний редактор нашего журнала, который, в общем, они вместе с Алексеем Ивановичем превратили в такой солидный журнал, который продолжает свою жизнь уже сегодня, как говорится, в несколько новом формате, если есть требованиям ВАКа. Количество специальностей сократилось по сравнению с тем, что было. Но профессор Мунтян, конечно, сделал гигантское дело. И я вот хотел публично сегодня еще раз сказать, я уже говорил об этом не раз, публично об этом сказать, за что, конечно, великая благодарность и Алексею Ивановичу, и профессору Мунтяну Николаевичу за то, что эта работа появилась. Ну и, наконец, не могу не сказать, что, вы сами знаете, сегодня любое издание, особенно такое, да еще в таком виде, требует немалых средств. И, а университеты, конечно, структуры сегодня небогатые, и поэтому без поддержки издания мы себе такого рода издания, ну, наверное, все-таки все равно постарались бы позволить, но, может быть, все-таки не в таком вот виде, не в такой бумаге, не с таким количеством фотографического материала, как это сегодня. Мне здесь, конечно, надо сердечно поблагодарить Алмас-Антей, руководство, генерального директора тогдашнего, но и нынешнего, который продолжает эту работу, но тогдашнего директора, Меншикова, который сегодня работает на очень ответственном участке, руководит российской контрразведкой Федеральной службы безопасности, тогда возглавлял Алмас-Антей, и Алексей Иванович меня тогда с ним познакомил. Мы подписали в целом соглашение о стратегическом сотрудничестве, но одной из его важнейших составных частей была подготовка вот этого многотонного издания по великой нашей победе, юбилею великой нашей победы. И надо сказать, что свои обещания и обязательства Алмас-Антей безукоризненно выполнены. Я не знаю, есть ли кто-нибудь сегодня из Алмас-Антея, но если нет, тогда прошу. Они сейчас на встрече. Александр Ильич, еще раз передать нашу сердечную благодарность за эту помощь и поддержку. И думаю, что наша совместная работа, а здесь объединены были интеллектуальные усилия ученых, организационные усилия двух профессоров и естественные средства и возможности крупнейшей госкорпорации, они привели к тому, что такого рода работа появилась. Спасибо за внимание. Спасибо.